В Союзе женщин Чувашии обновление. На 19-м съезде общественные организации подвели итоги работы почти за три года. Председателем Союза стала Наталья Николаева. Наступившее новое столетие Чувашия обязательно будет интересным и насыщенным. Мы вместе продолжим и приумножим то, что уже было сделано женсоветом. Еще раз хочу поблагодарить вас за доверие. Союз женщин Чувашии имеет в своей структуре городские и районные советы. Есть еще отделения на предприятиях. В целом это большая движущая сила. Активисты Союза помогают женщинам в разных жизненных ситуациях. Трудоустроиться, решить жилищный вопрос, помочь с детьми, развить творческое начало. Векторы развития имеют вполне конкретные очертания. Основная задача это будет прежде всего сплочение, продвижение того, что уже было начато в женсовете, а там направлений достаточно много, это и воспитательная работа, это и патриотическое воспитание, и это национальная культура. Продвижение нашего языка и красоты, так скажем, культуры чувашского народа уже за пределы республики, за пределы, наверное, даже нашего государства российского. То есть нам есть чем гордиться, нам есть что ценить, и мы с удовольствием будем продолжать эту деятельность. С днем республики участниц съезда поздравили высокие гости. В Рио главы Чувашии Олег Николаев вспомнил страницы истории. Роль женщины, роль чувашской женщины, очевидна, она очень значима. В 30-е годы, когда страна строила дороги, Чувашия была в числе лидеров. Если мы с вами посмотрим фотографии этих времен, конечно, там очень много женщин работают на радио с мужчинами. Военные годы. Также женщина, Чувашская женщина была и на фронте. Активистки общественного движения получили памятные медали «Столетие образования Чувашской автономной области». Занималый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание жителей республики. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.